От Луки 5. С первого, видите, столько толпы, столько народ пришли Иисус послушать, они вот то же самое, так с Иоанным Крестителем, столько, столько народ пришли, слушали, слушали, а в конце концов все кричали, распни, распни его, то есть как-то они хотели ему слушать, это как-то приятно, хотя то, что он сказал, довольно некоторым образом как-то жестокий, очень требовательный, и я думаю, это может быть и с нами, что как-то, да, христианство Иисуса как-то для нас очень привлекательное, мы не против ему слушать, но это не вопрос, это только слушать, помните, тот притч Иисуса, когда он сказал, что если мы будем только слушать и не строим, и не делаем, это так, как тот человек, который строил свой дом на песке, это не вопрос, а только слушать, что это да, это так интересно, так, ну, на интеллектуальном уровне, так, ну, привлекательно и так далее. И я заметил, вот, под всей Евангелии есть такие, ну, отметка, вот, скажем так, что людей очень понравилось слушать, но не сделали, в принципе, ничего не сделали, даже наоборот сделали. И вот, для нас, которые считают, что мы верующие к людей и любим его слов, то надо об этом размышлять. Итак, Иисус проповедовал, и потом сказал Симону, отплеви на глубину и закиньте сети свои для лоба. То есть, он имел в виду, что я как раз ловил много рыбок, и ты сможешь то же самое делать, в принципе. И он ответил, Симон сказал ему в ответ наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но, по слову твоему, закинул сеть. Конечно, Симон был рыбалек, он, ну, постоянно, весь жизнью занимался рыбами, рыбалкой. Иисус – плотник, он далеко не такой. И знаете, как у таких людей, таких рабочих людей, каждый имеет свой специализм. Это, например, на стройку, да, парень, который специализирует на электрику, считает, что он, как-то, эксперт в этом области. Если человек, который, ну, эксперт, скажем, ставить полы, сказал ему, да нет, надо так делать, надо так делать, да нет, электрик как-то ругается с этим парнем, который специализирует на полях нового плитки и капли ставить. И здесь то же самое, ну, что, ну, флотник разве сказал бы, это, рыбалев, что надо вот так делать. Я думаю, что это сложно было для Симона признать, что в этом области, который я считал себя эксперт, фактически нет, я не эксперт. Это сложно для нас всех. Но он сказал, по слову твоему, закину сеть. То есть он уважал слово Иисуса выше, чем, гораздо выше, чем его вот личные опыта и убеждения. Мы все считали, да нет, я опытный человек в этом области, в каком-то вот области. Я знаю, что это нет, я знаю, что вот рыбы сейчас нету, я вот уже весь ночью это сделал, и тем более утром это не идеальное время для, ну, ходить на лову. Ну, ладно, если ты так считаешь, хорошо. То есть это опять вопрос смирения, потому что мы все как-то считаем себя огромным экспертом какого-то образа жизни. Я знаю, что там жить, так быть, это нет, я знаю из опыта. А вот слово Иисуса наоборот, всегда как-то противоречится нашей естественной, человеческой, природной, природной, вот, мудрости. И это сейчас модно с этой новой религией сказать, что самое главное случается на твой сердце, самое главное случается на твой ум. То, что ты чувствуешь, это правильно, делай то, что ты чувствуешь. А нет, вот, весь историй человечества, это все показательство о том, что так нельзя, так нельзя быть. Потому что вот, это катастрофа, если мы считаем, что как-то мои природные, естественные чувства являются правилами, и мне должен делать согласно то, что я чувствую, вот, видите, такой трагедии вообще в жизни, в жизни личного человека и тоже в обществе вообще. И получается здесь, что Симон знал по-человечески, чувствовал интуитивно, что нет, это нет, если весь ночью мы ничего не ловили, это нет. А Иисус сделал наоборот. Ну ладно, его снов должен превещать наш природный смысл, то, что мы сами чувствуем. Потому что, если мы просто будем проводить жизнь согласно то, что я чувствую, вот, труба, вот, вообще не получается, в конце концов. И вот здесь у нас есть тогда значение, слово Иисуса, вот в этом играется роль Библии, слово Божие. Что да, это чаще всего противоречит то, что мы на природном уровне чувствуем интуитивно, что это да, это надо делать. Да, по-нашему, по-нашему мнению, да, так надо, но его слов скоро всего прямо противоречивает то, что мы в природном уровне чувствуем. Итак, они столько-столько ловили, седьмой стих, они начинали тонуть, обе лодки. То есть, кажется, они видели столько-столько рыб, такие большие, думали, вау, 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 мы будем становиться богатыми, потому что, ну, что, представляете, как мы будем им продать. Ой, и, значит, они в эгоистическом плане взяли столько, даже слишком много. В таком степени они начинали тонуть. И сразу после этого, когда они уже вот вернули на плажу, Петр понял. Увидев это, в восьмом стихе, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал, выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный. То есть, он понял, из-за того, что Бог дал ему столько, или Иисус дал ему, точно, вот столько, рыба, он понял, ой, как я грешный, он понял, что, ну, да, я только думал, думал, рыба, и о денег, и как мы будем им продать. Нет, я грешный человек. Ну, не особо, мы сказали бы, не особо грешный. Но, все равно, он правильно понял, что, ну, да, я только думал по-человечеству, столько вот этой рыбы я могу ловить, ой, 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 как я представил, как я буду им продать, и так далее. Он сейчас понял, что это нет. И поэтому, значение в одиннадцатом стихе, что выташившие обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Когда написано, оставили все, я считаю, что это значит, скоро всего, рыба. Эти куча рыбы, гора, вот рыба, которую они взяли, ладно, оставили все и последовали за ним. Похоже на человека, который мечтал весь жизнь, стать, скажем, мультимиллионером. И стал мультимиллионером, и потом понял, а зачем мне это? Вообще, самое главное, последовать за ним. И мы все в другом области жизни, мы все мечтаем, если только, если только, я мог бы вот столько получить. Ох, ой, есть реальные возможности, я все силами вот в этом направлении. А в конце концов, ну ладно, даже если ты получил бы все то, о том, что мечтаешь, в конце концов, в конце концов, надо все-таки оставить и последовать за ним. Похоже на Соломон. Соломон, как каждый раз мы изучаем экклезиаст, притч, мы это видим. Как он все собрал для себя, получил все, столько жен, столько богатства, столько все, столько дома, дачи, дворец и так далее. И потом понял, что это не то, что самое главное. Поэтому в самом конце экклезиаста, когда он сказал, что самое главное, самое главное, это ходить с Богом. И так вот, нам придется это понять. Без всяких этих страшных испытаний, когда мы мечтаем, мечтаем об этом, об этом. А вдруг ты это получаешь, это необязательно счастье. Нет, это вот огромное вот, ну, противоречие в жизни. Что о том, что мы мечтаем, мечтаем, поскольку ты это получаешь, это не является такое исполнение мечты. Потому что никого нету на этом свете, который сказал бы, что ну, я мечтал, мечтал столько десятки лет об этом. Допустим, об этом машине, об этом даче, об этом дом, об этом отношении, об этом мужчина, об этом женщина, девочка. И вот, нашел то, что я мечтал, и все, сейчас в моей жизни прекрасно. Да нет. Просто понятно, из лица человека, каждый человек, хоть богатый, хоть бедный, что они все-таки кое-что не нашли. Не нашли. И вот, в этом является контекст Библии Иисуса, что в конце концов, есть какой-то премажуток, какой-то дыр, какой-то недостаток внутри каждого сердца, который только, только Иисус и личное отношение с ним как-то выполняется. Без него, без тот духовный аспект, это все, это ничего. Так как Петр страшно любил, я считаю, свою профессию, свою либо. И вот, когда он столько лов сделал, так как никогда, вот, до таком степени, что нотки обе начинали тонуть, он как-то, ну, понял после этого, что нет, я грешный человек, зачем мне всякие этого. Итак, когда Петр припал к коленам Иисуса и сказал, что видите, видите, от меня, Господи. И сразу после этого Иисус как-то приглашал ему, ходи со мной. В 10 стихе, не бойся, Иисус сказал, от меня будешь ловить человеков. То есть, он дал ему приглашение, ходи со мной. Именно тогда, когда Петр сказал, что выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный. Это сразу, когда Петр это признался, что вот я человек грешный, я не хочу быть с тобой, я не достоин быть с тобой. Что Иисус дал ему дальше приглашение, иди со мной. Сразу, когда Петр сказал, выйди от меня, я не могу с тобой, я не достоин быть с тобой, в твоем компании. Итак, получается, это огромный парадокс о том, что чаще всего человек считает, ой, я не достоин. Каждый раз, когда я предлагаю человеку, давайте, надо креститься, ой, я не достоин, ой, я к этому не готов, не готова. Я пока нет грешни. Это не так. Это именно когда человек так и чувствует, что вот, это самая главная квалификация. Как наоборот? Наоборот, ну что, человек пришел бы ко мне и сказал, Данкин, я сейчас готов для Иисуса, я все, вредные привычки бросил, я все-таки готов для Иисуса. Да нет, человек далека не понял. Далека не понял. Так как Иисус дальше сказал, 32-й, я пришел призвать, 32-й, призвать не праведников, а грешников к покаянию. Не здоровый, не здоровый, имеет нужды во враче, но болнее. То есть, если он на самом деле врач, и мой болнее, тогда вот так и есть. Если человек считает, что да нет, в духовном плане я сейчас здоров, то зачем тогда тебе, Иисуса? В этом плане он является друг для грешников, но для грешников, которые готовы верить в том, что да, он даже готов мне принять. Даже мой греховность, даже это не препятствие между Богом и человеком, из-за того, что он так хочет мне принять. Фактически, это не грешный образ жизни, который является такой барьером, такое присутствие, препятствие между Богом и человеком. Больше всего, скоро всего, это гордость. Это человеческая гордость. Что мне не надо, мне тебе вообще не надо, я уже, ну все со мной в порядке. Это является самое главное препятствие между Богом и человеком. Недуховным, в этом плане грешным, образ жизни или духовным недостатком. Хотя, я не говорю, что это, поэтому мы сможем грешить, как хотим. Да нет, конечно, нет. Итак, когда Петр упал на колено Иисуса и сказал, «Видь ты от меня, Господи, потому что я человек грешный». Вот, это была его квалификация, чтобы ему отправить, проповедовать. И то же самое было с самого конца Евангелия. После воскресения Иисуса, Иисус как-то им ругал, довольно строго им ругал, дураков, он сказал. «Зачем? Вы не верили, что мне придется умереть и воскреснуться после трех дней? Я только вам рассказал заранее, почему вы это не поверили?» И, конечно, ответа нету. Как-то неудобно, они, наверное, не смотрели прямо к лицу Иисуса, как-то в стиле. А когда они там стояли, как-то неудобно перед Иисусом идти по всему миру, проповедовать Евангелие. То есть, когда человек так готов, тогда Бог может исползывать человека. И то же самое Исайя, 6 глава Исайя, он тоже чувствовал, что «Ой, я страшный грешный человек, я страшный грешный, я грешный, и смотрел на видение славы Господня, я совсем недостойный человек». Вот сразу, когда он это сказал, Бог сказал, «Ну хорошо, я буду тебя простить, и и ты проповедуй в Израиле, скажи им о добрый въезд». Столько таких вот примеров, что когда человек признался своей греховности, вот, тогда Бог начинает с этим человеком действовать дальше. И действовать с ним, отправить ему, дать ему кое-что делать. Наверное, мы все иногда чувствуем, что я как-то никчемный, никчемный в смысле, никого не нужен, и так далее, зачем я вообще здесь. И это трагедия, потому что, согласно учению Иисуса, он хочет раздавать каждому таланты, чтобы действовать и работать для него. И тогда мы чувствуем, ну ладно, Господи, дай мне. Ну, наверное, он уже дал. Но все-таки зависит, если человек тогда признался своей греховности и готов, не в моральном плане готов, как-то быть достаточно чистым для Господа. А если человек готов, в этом плане имеется достаточно смирением, что да, я вот такой-такой грешный человек, я это признаюсь. Тогда человек, если на колени Иисуса попал, хорошо, он готов. Я дальше использование. Если мы чувствуем, что я никчемный, Бог как-то мне не использует, да нет, Он хочет тебе использовать. Но сперва, сперва, тот квалификации должен выстречать. Тот квалификации, как я сказал, не в том, что мы без греха, а квалификации в том, что мой, так и Симон Петр, припал коленом Иисуса. И чувствуем, что он витый от меня, я не достоин быть с тобой. И вот сразу, о, хорошо, мне сказал, витый от меня, иди со мной. Видите, такой огромный парадокс. В 13 стихе Иисус встречал человек весь в проказе. Конечно, у Иисуса было в разных вариантах, он мог бы исцелить тот человек в разном способе. Но он именно выбыл так, что он простер, в 13 стихе, он простер руку, прикоснулся к нему и сказал, хочу очиститься. Значит, он прикоснулся к нему, но согласно закону Моисеева, это нельзя трогать, прикоснуться к человеку в проказе. Сразу, ты трогал особо, если ты специально трогал тот человек, придется, что ты сам не чист. А Иисус, как я сказал, у него было всяких вариантов для исцеления этого человека. Он мог бы сказать, ну давай, все, я исцелил тебе, все, словам. А он специально прикоснулся к нему. Я думаю, что он хотел показать о том, что никакой человеческой ситуации не является для меня слишком, ну, слишком грязной. Я даже хочу, хочу как-то прикоснуться именно к тебе. И это тоже показательство о том, что Иисус в конце концов не был нечист. Он не был. Мы не сможем становиться нечист перед Богом из-за нашего общения с грешными людьми. В 14 стихе Иисус повел ему никому не сказывать. Почему? Я думаю, потому, что он хотел, чтобы тот человек об этом размышлял бы на личном масштабе. И Иисус является тот же самый. Сегодня так, как он был вчера. И так он будет всегда. Это его стил. То есть стил, действие Иисуса не изменяется. И он поэтому действует с нами, чтобы человек размышлял бы и имел бы очень личное отношение именно с ним. Поэтому он не хотел, чтобы тот человек распространял бы по всему миру в этом случае. Он хотел, чтобы тот человек очистился и потихонечку, потихонечку размышлял бы об этом. То есть если что-то чудесное случится в твоем жизни, естественно, мы хотим как-то всем передать. А в этом процессе, когда это все становится открыто, публичное знание, все как-то изменяется для нас. А если что-то чудесное случилось, и ты никому ничего не рассказываешь, ты наоборот, в очень глубоком уровне будешь об этом размышлять, обрабатываясь внутри себе. И это то, что Иисус хотел с этим человеком. Ну, он сказал, пойти показаться священнику и принесите жертву для очищения своей, как повелел Моисей, во свидетельство им. Да, в законе Моисеева написано так, что если у человека есть проказ, и он исцеляется от этого, то ему придется появиться перед священником и принести какую-то жертву. Ну, конечно, тот закон очень редко использован бы. Наверное, никогда никто это использовал. И первый раз, в принципе. И там, тот человек пришел бы и это сделал. И священник как-то, ну, да, где, да, это где-то написано в законе Моисеева. А это первый раз, первый случай, когда кто исполнял тот закон, тот устав. Поэтому священник начинал бы подумать, да, ты проказан, а сейчас нет, а как это случилось? Поэтому Иисус сказал, ты это делаешь во свидетельство им. Мы вообще думали, что этих ортодоксалных евроев в первом веке, тех, которые убили Иисуса, священники, фарисеи и так далее, вообще не стоило бы даже пробовать, вот, обратить этих людей к Иисусе. Когда мы читаем, столько они жестоки были с ним, как они хотели его вообще уничтожать, вот, мы думали бы вообще не стоить с ними. А знаете, Диане апостолов, после воскресения Иисуса, когда Петр проповедовал, написано, что огромная группа священников приняли крещение. И тоже, видимо, Диане апостолов 15, что была группа фарисеев даже, которые приняли Иисуса. И так, тот желание, которое было у Иисуса, даже спасать тех, которые ему так страшно ненавидели, получилось. Потому что после его смерти, некоторых, даже многие, написанные из этих священников, и фарисеи приняли Иисуса, приняли крещение. Тот контингент, тот контингент, та группа, которые ему убили, и так страшно с ним, ну, сделали. И так, полная возможность, что даже после нашей смерти, наш пример может все равно принести плод к Богу, что людей, которые мы даже не думали бы, приняли бы веру. Степан, например, когда они убили ему камнями, написано, что Саул, даже Павел, там стоял. Его последние минуты в жизни он смотрел бы на этих людей, так злые, против ему, и заметил бы тот молодой Саул, Павел, который стоял там. Но он думал бы, Господи, с такими людьми, с такими жестокостями. И вот он так умер. Представьте, как Степан будет чувствовать, когда во Царстве Божьем он проснется, когда Иисус придет. И вау, самый главный христиан – это Павел. А что? Это тот парень, который как-то все сделал, когда они меня убили. Он. Да, он. Итак, не думайте, что кто вообще не стоит. У каждого человека, даже у Саула, у Павла, у каждого человека, даже у этих фарисионей, эти священники, даже у них были какой-то совесть для Бога. Хотя совсем непонятно, но у них были какое-то подсознательное кое-что внутри. И надеяться, всегда иметь какую-то положительную надежду, что, наверное, мой труд для человека получается. Потому что Иисус так думал, для этих священников, когда он умер, он, наверное, думал бы, ну ладно, не получилось. Я хотел, но они не хотели. А вот после Его воскресения, они приняли веру. И это чудесно. После этого, в 16 стихе, Иисус уходил в пустыне и молился. Иногда нам придется это делать. Уходить как-то и быть один с Богом. Неважно. Если даже живешь при таком обстановке, где вот просто надо сидеть в туалете. И вот, иметь пять минут, чтобы молиться Богу. Так надо иногда. Следующее. Вот в 20 стихе принесли некоторые на постели. Человек, который был расслаблен, и старался внести его в дом и положить пред Иисусом. И влезли наверх дома и сквозь кровью спустили его на средину пред Иисуса. И он, Иисус, видя веру их, сказал человеку тому, прощаются тебе грехи твои. Итак, ради веры третьего партия, скажем так, ради веры другого человека, Иисус простил тот другой человек. И даже ему исцелил. И это огромный, иметь огромную значительность. Это огромный для нас призыв. Если Иисус готов даже простить человеку своих грехов ради нашей молитвы, ради нашей веры. Это значит, что нам обязательно надо постоянно молиться за других. Потому что, видимо, что есть какой-то процент, есть какой-то долг, есть какой-то элемент в этом вопросе спасения другого человека, который частично зависит от нашей молитвы. Конечно, всю карту определить до конца мы не сможем. Мы не сможем сказать, что, допустим, твое спасение зависит от 10% моего молитвы для тебя. Нет, мы не сможем определить до конца, но мы сможем все равно видеть из этого примера, и это не только отсюда, мы сможем видеть столько примеров, где спасение другого человека частично зависит на веру другого человека. И почему Бог в своей мудрости располагал так, ситуации так? Почему? И чтобы мы постоянно молились бы для другого человека, для других. Потому что своих спасения частично зависит от наших дел, нашей веры и наших желаний для им. Почему так? Потому что Бог хотел дать нам на самом деле незначительность в жизни. Мы не такие никчемные. Мы сможем на самом деле даже спасать другого человека. И так не надо думать, что у меня ничего не делать. У меня никакого служения нет. У нас есть, вот сразу у нас есть, столько делать для другого человека. Если моё спасение немножко зависит от вашей молитвы, то пожалуйста, постоянно прибудь на молитвах для меня. Если твое спасение зависит частично на мою молитву для тебя, то мне придётся постоянно тогда для тебя молиться. Поэтому, видите, как Бог всё располагал, всё сделал, всё придумал так красиво, чтобы у нас было тогда значительно дела делать для друг друга. И так, Иисус начинал кушать с этими грешниками. И евраи как-то кричали. Почему? Он это делал в 30 стихе. Зачем вы ереки и пьёте с митрами и грешниками? В первом леке кушать вместе имел огромное значение. Потому что кушать вместе было для им какой-то мере общением. В религиозном плане. Это не просто так, что ладно, если мы садим на одном и том же слове, то человек это как-то ни при чём. Ну ладно, он просто вот там садил. Для им нет. Это совсем по-другому. Если ты будешь кушать вместе с человеком, значит, ты как-то принял тот человек. И Иисус ответил. В 32-й я пришёл призвать не праведников, а грешников к покаянию. То есть факт того, что он кушал с ними, значит, он общался с ними. Это не из-за того, что он как-то думал, что ну ладно, вы достигли такого уровня, хорошо, дальше я буду с вами общаться. Он общался с ними, чтобы призвать им к покаянию. И мы вот это сделаем. Продавление хлеба, который мы будем как раз обращать. Мы это сделаем с Иисусом, потому что он здесь, где двое или трое собрались вместе. Вот он посередине. Он с нами. И вот мы будем в этом плане кушать с ним. Мы на его трапезе с ним сидим здесь. Получается тогда, что его, ну как он готов общаться с нами, является призвание к покаянию. Факт того, что он нас примет именно так, как человек есть. Это не значит, мы сможем как-то расслабиться, считая, что ну да ладно, он не принимает, он ничего. Но нет, это и тоже как-то призыв к покаянию. Что вау, он меня принял. Хорошо, тогда я буду покаяться. Это тоже значит, что мы не сможем никак сказать человеку, ты не достоин садить на трапезе с Господним. Я не буду с тобой делать притомнение хлеба. Это нет, это не может быть. Потому что Иисус был совсем открытым. Абсолютно открытым. А почему? Потому что через тот откровенность, через вот то желание общаться с людьми, он призвал людей к покаянию. Есть много церквей, где это все закрыто. Ой, надо достигать какой-то уровень. Уровень мурального поведения, уровень знания. И так, после этого ты сможешь общаться, ты сможешь взять вот хлеб и вино, ты сможешь в откровении хлеба сообщать. Это не то. Это сильно не то. Это совсем наразрез. С примером Иисуса, который был совсем открытым. Почему? Не просто так, из-за того, что это ни при чем для него, а наоборот. Наоборот, потому что через то, что он нас принял, это очень требовательно. Если наоборот, ой, да, я достиг какой-то уровень знания, какой-то уровень мурального поведения, тогда я могу общаться с ним. Это путь к гордости. А наоборот, если Иисус сказал, ну вот, в принципе, во все грешники, ну я очень открыт к вам. Я хочу с вами вот общаться, кушать вместе в религиозном, духовном плане, общаться с вами, тогда вот он это сделал. И мы как-то там сидим на его трапезе, считая, ну я не достоин быть здесь, так как Петр. А вот он считает, что я достоин, он хочет общаться со мной. Это как-то ободрает человеку к покаянию. Они опять жаловали, в 34-м, на 33-м стихе. Почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, так же и фарисейские, а твой едет и пьет? Он сказал, может ли вы заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? То есть он имел в виду, что он жених, и он с ними, и поэтому они будут тогда радоваться. И не будут, ну, просто соблюдать и так далее. Мне кажется, что Иисус был довольно требовательным своими учениками, когда они только вместе с ними. Он даже им ругал. Почему так? Почему вы не верили после воскресенья? Почему вы не верили? Дураков. Почему вы такие медленно приняли то, что я сказал? А когда он был как-то в компании других людей, он им сильно защищал. Правильно? Им придется поститься, наверное, и молиться посильнее. Помните, когда они не могли исцелить тот молодой человек. И они пришли к Иисусу и сказали, ну, почему мы не могли Ему исцелить? Иисус сказал, ну, вам пришлось посильнее поститься и молиться, но это не сделано, и поэтому вы не могли. А здесь, когда этих, ну, тех, которые критиковали, свои мученики, когда они сказали, а зачем они пост не соблюдают? Иисус очень как-то положительно им защищал. И вот в этом мы видим эти двух сторон отношения Иисуса с нами. Что в одном плане Он очень требовательный, в другом плане Он столько нас любит, что Он готов нам оправдать. Даже когда мы не достоин такого оправдания. Поэтому Кремнинам Павел об этом столько писал, что мы получаем праведность как дар Божий и оправдание перед Богом из-за того, что у нас есть Иисус на небесах, который является для нас священник и не только священник, но делать хататайствие для нас перед Богом, который считает, что мы такие хорошие, что вся Его праведность как-то считается на нашем счету. В последний момент, 37-й, никто не вливает молодого вина в мехи веки, а иначе молодое вино прорвет мехи и само векчет. И мехи пропадут, но молодое и новое вино должно вливать в мехи новые, тогда спряжется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит старое лучше. Тут новое, молодое, новое вино является символом Нового Завета, то, что мы будем как раз пить, так как Иисус сказал, что вот, это символ моего крови. И если мы не будем изменяться, это будет фактически уничтожать человека, потому что эти мехи являются символом нашей жизни. И нам надо, и то же становятся новые. Иначе, молодое вино и новая вина прорвет мехи и само вытечет. Вы знаете, что в Библии написано в греческом языке, и когда, ну, Новый Завет в греческом языке, и когда там написано само вытечет, это то же самое слово, которое переведено, о пролитии крови Иисуса, как Он пролил свой кровь, и здесь написано, вытечет. Значит, что мы будем как-то опять Ему распять. Если вот мы не будем изменяться, тогда Его кровь, тут новое вино, как-то будет вытечет, это будет опять пролиться на полу, на земле, из-за того, что мы не изменили нашей жизни. Итак, соврещать предо мнение хлеба, это не просто так, что так быстро, так, ну, сможем как-то без внимания, без шабашни вот это делать. Да нет, это требуется очень много, потому что, поскольку мы будем это пить, вот, это придется, конечно, о том, что размышлять, сам себе испытывать человек, как Павел писал, Камфианам, подумать, размышлять, потому что нам надо и тоже, в своем очереди, они становятся новыми, иначе тот кровь в Иисусе как-то вытечет, как-то пролится еще раз. И никто, Иисус сказал, пив старое вино, не захочет тотчас, то есть сразу нового, ибо говорится, старое лучше. То есть есть внутри каждого человека какой-то долг консерватизм. Мы все считаем, что да нет, я довольно либералный человек, я как-то открытый, вот, если кое-что новое, ну, ладно, я это воспринимаю, я как-то нормальный, адекватный человек, я как-то все, ну, готов путешествовать, скажем, дальше. А нет, фактически мы все такие страшные консервативы. С детства мы были такие, что мы хотим кушать одно и то же время, мы хотим какой-то режим в школе, маленькие дети в школе, ой, все жалуют, если, ну, тот режим изменяется, не дай Бог, что в новую школу надо перейти, ой, это ужасно, все новое, да нет, мы все предпочитаем то, что старый, тот старый режим, ну, что надо вот это делать, в этом время и тогда, это наша природа, так и есть, к сожалению. И тогда, когда мы начинаем быть в отношении с Иисусом, это довольно радикально и довольно новое для нас, потому что это требуется совсем другой образ жизни, совсем другой образ мышления, потому что мы являемся на путешествии, не просто путешествия ради путешествия, а вот путешествия куда? В конце концов, у нас есть определенный конечный пункт, именно вечной жизни в Царстве Божьем. И все для нас тогда получается новое, потому что у нас постоянно новые опыты. В Кремнином Чистое, где написано в Крещении, написано, что после этого мы живем в обновленной жизни, то есть жизни всегда обновится, получается новое, новое. Это не старый, это не повтор, то, что мы уже жили. Есть людей, допустим, 80-90 лет, и каждый год, каждый месяц своей жизни, в принципе, был повтор предыдущего. Это был просто повтор-повтор. А для нас, во Христе, если Дух Божий действует в нашей жизни, мы живем в обновленной жизни. Это не просто повтор, то, что уже было в прошлом месяце, в прошлом году. Как-то новое. И он ведет нас, очень мягкий, но ведет нас дальше и дальше. Ну, у кого есть что-то добавить или вопросы, Юра? Сейчас, 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 Юра. Приоритет. Тут вот в последнем стихе, в 39-м написано, «Никто пив старое вино не захочет тотчас молодого». Я хочу здесь отметить, что здесь этот тотчас, это говорит о том, что сразу, тотчас, нет, но это будет. Тут имеется в виду, что потом, да, это случится, но тотчас, нет, ну хорошо, но тотчас, нет, но это будет, обязательно будет. Давайте, я тогда прочитаю 1-го коринфянам, 11-е. Упредомление хлеба. Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб. И, восплагодарив, проломил и сказал, «Приимите, ядите, а сие есть тело мое, за вас сломимое. Светворите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечерей, сказал, «Свет, чаша, есть новый завет в моей крови. Светворите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сие и пьете чашу сию, смерть Господню возвышаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сие или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господня. Та испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест тот хлеб сего и пьете чашу сие». Давайте тогда помолимся за хлебом. Отче, спасибо Тебе огромное за тот хлеб, который мы принимаем как символ тела нашего Господа Иисуса для нас, на меме. Отче, пусть на самом деле мы будем становиться новыми. Новыми мехами для Тебе, для Его крови. Отче, пребудь с нами. И пусть Иисус поскорее пришел бы, чтобы мы сможем опять праздновать с Ним на Его трапез в Иерусалиме, в Его Царстве. Во имя Иерария Невуа. Аминь. 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 Спасибо. 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 Давайте помолимся за чашу. Отче, обращаемся к тебе еще раз во имя Иисуса. Отче, спасибо тебе за ту чашу, где мы видим символ, кровь нашего Господа Иисуса. Тот кровь и символ Нового Завета, который Он завещал с нами через Свою смерть на кресте. Отче, благослови каждый здесь, чтобы мы на самом деле будем становиться новыми, и чтобы наши мехи будут как-то держать тот символ Нового Завета. И пусть мы не будем пролить Его кровь зря для нас еще раз. Отче, пусть Он скоро будет опять на земле. Отче, мы тебя любим, прибудь с нами во имя Его. Аминь. СВЯ. 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 Спасибо. Спасибо.